Сладкий дым сделал невыносимо горькой жизни людей на проспекте Октября. В подвале открылась кальянная. Она незаконная, людей туда зазывают через интернет и недостатка в клиентах нет. Но так как это подвальное заведение подпольное, то никаких технических средств в нем нет. И запахи кальянного дыма отравляют весь дом. Вот и вход в избушку. Они уже закрыли. И вот кому надо, они в 12 часов, там в час, идут вот так вот пинками, пинают, им открывают. Какие сигналы у них, что-то. Это каждую ночь так. Запах какой, вы чувствуете? Вот вы вошли, какой у нас здесь запах. Ну, сладковато пахнет. Не сладковатый, а уже ядовитый запах. Вот я уже не могу ходить. Прет невыносимо. Сушеными яблоками. То какими-то еще вот, как будто, знаете, вот прошел человек, как будто вот надушился, неуносим как. У них же нет вытяжки. У нас вот до пятого этажа пахнет. Все жалуются, жильцы, без конца окна открываем и все. Это у нас каждый день 24 часа в сутки. В подъезде постоянно воняет, непонятные люди ходят. Постоянно, извините, они справляют свою нужду тут за углом. С ребенком выйти невозможно. В подъезде весь запах тянется в квартиру. А потом еще они там играют очень громко музыкой. Я вот ночами не сплю. Шум-то какой. Здесь вот ночью даже не знаю, что, как будто вот стенку ворочают. Работают каждый день, не пропуская ни одного дня. Вот уже 4 месяца. Мы уже замучились. Мне кажется, это незаконное заведение. В жилом доме конкретно. Кальян открывать, наверное, нельзя. Это противозаконное. Жители уже не раз обращались и в администрацию, и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор. Мы вызвали полицию. А вот сколько им на вид? Вот на вид им лет 17. Паспорт 10? Студенческий можно показать. Бордели устроили здесь. А сколько лет? Паспорт 11. Паспорт. Врачи, сессии, сессии. Ушел, учебное заведение. Мы будущие материи. Материи. Что вы плохого делаете здесь? Не знаю. Убьем листья, убьем листья, убьем листья. Убьем листья, убьем листья. Убьем листья, убьем листья, убьем листья. Убьем листья, убьем листья. Убьем листья. Шум до 11.00, я насколько знаю, разрешен. И поэтому мы ничего сейчас не нарушаем. Сейчас в принципе везде. Во всем домах. Я не знаю. Пускай вызовут таких, как Вы, пускай сделают репортаж какой-нибудь. Может бы чем-нибудь поможет. А Вы, уже, тебя запросите. Да, Вы, уже, не хотят вообще сами. Чего они хотят этого сделать? Вы сами-то стоите, как у Кумарины уже все. А вот эта вот вся вот дрянь, вот эта вся дрянь. Мы этой дрянью постоянно дышим. Это, я не знаю, это, наверное, не Кром. Куда именно? И точно не Кром. Пускай возвращаются в отдельные органы. Чего им посоветуют? На, Сера. Чего они посоветуете? Они ничего не нарушают. Они находятся в питьевном заведении. Правильно? В котором разрешено распить спиртных напиток. Все. Нет там никакого разрешения. Я не могу это проверить, как Вы не понимаете. Незаконное оно работает. Конечно. Они незаконные. Ну, кто Вам это сказал? Ну, у них не числицы, не вывески, ничего нет. Я Вам еще раз объясняю. Я на это полномочий не имею. Ну, Вы-то не имеете. Я спрашиваю, что там администрации нет. Правильно? Они все попрятались в Вашем же присутствии, в нашем присутствии. Все. Ну, это о чем, говорят, попрятались? Это о чем, говорят, что это просто незаконно. Ну, граждане, Вы поймите, я же не могу сейчас там все кафе за ноги поднять, правильно, и узнать, кто из них администратор. Ни чейный это бардак. Нет никого. Ни хозяина, ни продавцов, ни покупателей. Заходи, кто хочет, делай, что хочет, а никто ни за что не отвечает. Нарушения должны сотрудники БЭПа выявлять. Ильич Сколы. Ну, вот... То, что там люди находятся, да, вот я не давал разрешения на открытие данных мероприятий, правильно? Это делает администрация, то они должны эти нарушения выявлять. Как было, заходите, раздевайтесь, проходите. Вот, вот, так и осталось. Заходите, проходите, раздевайтесь. Вот когда полезут отсюда мертвые, обкуренные, и вот здесь кого-нибудь найдут, вот тогда у нас что-нибудь с мертвой точки сдвинется. А что мы-то задыхаемся все, старики, на нас можно и наплевать. Сегодня же ситуацию с нелегальной кальяной прокомментировали и районные власти. Роспотребнадзор выявил, значит, факт осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации, направил данные материалы в полицию для проведения проверки дальнейшей. Нами, администрация района, было организовано комиссионное обследование с привлечением туда сотрудников полиции, со собственника, значит, комитета по управлению городским имуществом и управляющей компанией непосредственно. К сожалению, дверь нам никто не открыл, в помещение попасть не удалось, в связи с чем администрация район направлена были обращения в адрес полиции, значит, в адрес прокуратуры, в адрес Роспотребнадзора и в адрес отдела надзорной деятельности по факту размещения данных Ильяновны и о проведении проверок. Удивительная история. Наши корреспонденты вместе с жителями туда запросто прошли, а потом еще и полицию, которая, правда, сделать ничего не смогла, провели, а вот комиссии попасть не может. Но районные власти обещают еще раз попробовать.